В актовом зале ученики 43-го и 7-го лицеев и 19-й гимназии. Эти учебные заведения вошли в число 108 базовых школ Российской Академии Наук, что открывает для детей и педагогов большие возможности. В целом данный проект предоставляет огромные возможности для детей. Они имеют возможность участвовать в конкурсах, они имеют возможность прослушивать лекции в дистанционном формате, в очном формате от лучших педагогов страны, от представителей высших учебных заведений. Это и взаимодействие с вузами, это и взаимодействие сетевое между школами Российской Академии Наук, что делает в целом наше образование качественным. 19-я гимназия Саранска входит в число базовых школ РАН с 2019 года. И здесь есть опыт организации совместных конференций и занятий с Российской Академией Наук. В этот раз приехала доктор химических наук профессор РАН Мария Калинина. Она приготовила для школьников лекции по коллоидной химии и гибридным материалам. В какой-то степени эта лекция способствует их профессиональной ориентации. Она расширяет их представление о том, в какой степени наука вмешивается в жизнь человека, в самую повседневную. И учит их видеть, как в бытовых вещах, с которыми они каждый день сталкиваются, эта большая наука прячется. Профориентация в 19-й гимназии начинается уже с 7-го класса, чтобы у школьников было время точно определиться, что именно им ближе. На лекцию пришли ученики с 8-го по 11-й класс. В дальнейшем я хочу связать свою жизнь с химией, я хочу быть косметологом. А так как химия встречается в косметике, мне это направление очень интересно. Мне больше интересны такие науки, как история, общество знания. Но сегодня на лекции мне химия по-новому открылась, я даже не могла представить. Чуть позже с педагогами Мария Калинина говорила о новой модели научного просвещения, которая поможет возвращать на родину плоды научных изысканий лучших умов из регионов России. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.